Я на флипчарте нарисовала систему координат. Как вы видите, здесь четыре блока. Исходя из этого, можно предположить, что у нас с вами будет всего-навсего четыре типа покупателей. Итак, сначала определим с вами систему координат. С этой стороны у нас система координат обозначается экстраверсией и интроверсией. Что это означает? Наверняка многие из вас слышали, что люди есть экстраверты, есть интроверты. Экстраверты это те, которые воспринимают информацию и подпитываются извне, общаясь с окружающими. А интроверты это те люди, которые восполняют свою энергию и анализируют информацию в уединенном формате. Им не нужно общаться с окружающими для того, чтобы принять какое-то решение. Иногда считается, что интроверты это люди немножечко замкнутые. Вот последние исследования интровертов на самом деле раскрывают гораздо больше положительных сторон. Очень часто под интровертами подразумеваются какие-то айтишники, которые ушли в угол, забились и ни с кем не хотят общаться. Но последние, повторюсь, исследования показывают, что даже менеджеры по продажам интроверты могут быть вполне успешными, если они обучены коммуникативным техникам и приемам. Следующая система координат у нас с вами ориентация на цель и ориентация на отношения. Что это значит? То есть при решении задач, если вам нужно пройти по головам, человек, ориентированный на цель, это сделает. А человек, ориентированный на отношения, для него все-таки другая личность является ценностью, и он лучше не выполнит свою работу и не выполнит поставленные перед ним задачи, но сохранит дружественные отношения. Исходя из этого, давайте посмотрим, какие же типы у нас получаются. Называть мы их будем с вами легко для запоминания. Они называют у нас с вами по цветам. Итак, у нас с вами будут клиенты красные, у нас с вами будут клиенты желтые, зеленые и синие. Красные клиенты. Кто это такие? Давайте начнем с того, что я каждый тип буду вам рассказывать максимально, насыщая его спецификой, гипертрофируя даже каждый тип. То есть одного представителя ярко выраженного, такого наверняка вы встретите редко в своей практике. Но тем не менее, такие люди тоже есть. Если гипертрофировано представить красного, то это люди, смотрите, ориентированные на цель и экстраверты. Вижу цель, не вижу преград. Это люди достаточно высокой харизмы, которые знают, чего хотят, которые на переговорах и в процессе продажи начинают с вами конкурировать, и вообще не воспринимают вас порой как человека, к чьему мнению можно прислушаться. Основная их жизненная сила – это власть. Соответственно, иногда, приходя в магазин или приходя на переговоры, такое ощущение, что у него есть потребность самоутвердиться за ваш счет. С этими клиентами достаточно сложно общаться. При этом, зная их тонкие нюансы, коммуникации с ними, вы можете выстроить достаточно успешно свою презентацию. Что необходимо делать? Для красных очень важно, чтобы они увидели, какого результата они добьются. Соответственно, результат, и результат должен быть максимально быстрый. Они очень ориентированы на скорое получение прибыли, скорость принятия решения. И это те клиенты, для которых, если честно, престижность, так называемые понты, тоже являются важной характеристикой. Я так и запишу понты. Исходя из этого, если вы продвигаете, например, свою компанию, вы должны обязательно рассказать про то, каких результатов достигнет их компания, общаясь с вами. Что вы можете сделать, кому вы уже могли достичь этих результатов. При этом, очень важно, если у вас есть клиенты значимые, называть эти имена, вы будете затрагивать еще и следующую категорию понты. Также скорость принятия моментально и оперативно. Если вы сказали, что вышлите коммерческое предложение, коммерческое предложение должно быть выслано буквально в течение получаса, может быть даже и быстрее. Если вы будете его готовить день, два, три неделю, то у красных пропадает интерес взаимодействия с вами. Каким образом может выглядеть презентация для красного? Итак, если мы говорим с вами о B2B секторе, B2B продаже, здесь важно продавать не только ваш продукт, но и вашу компанию, как надежного партнера, который позволит развить его бизнес в том числе. И нужно показывать, чем вы лучше всех остальных. Не надо называть остальных компаний, именно конкурентов, нужно делать акцент именно на ваши достоинства.